В России 5-метровый седан Kia K7 или Kadenza никогда не продавался, но мы считаем важным сообщить, что ему на смену приходит более статусная модель K8. И хотя платформа осталась прежней, внешне восьмерка смотрится однозначно эффектнее семерки. Купеобразный силуэт, неординарное решение кормы, ромбовидные секции поворотников. Похоже, дизайнерам марки дали карт-бланш, чтобы те сотворили нечто неординарное. И они, как видим, сотворили. Притом, запала хватило не только на внешность. В хай-течном салоне чувствуется острое желание сделать почти премиум. Кстати, у дорогих версий интерьер отделан кожей напа, натуральным шпоном и алюминием. Каждое переднее кресло имеет по 7 пневматических камер, дабы любой пассажир чувствовал себя максимально комфортно. Плюс дорогущая акустика, 9 подушек безопасности и куча современных ассистентов. Киа, ты ли это? И лишь технические подробности заставляют зевнуть, поскольку платформа осталась прежней. Хотя возможное сочетание 300-сильного атмосферника и полного привода выглядит как минимум любопытно. Сперва К8 выставят на родном корейском рынке, а дальше начнутся гастроли по всему миру. Планируют ли удивить яркой новинкой нас, мы пока не знаем. Следующая новость с российским акцентом. Обновленная Toyota Camry только что прошла процедуру сертификации, и благодаря этому оказался известен набор силовых агрегатов. Сразу скажем, что прежним остался лишь флагманский V6. Так свежий двухлитровый мотор будет моментнее прежнего. Притом максимум тяги доступен при более низких оборотах. Но главная новость – в смене трансмиссии. Вместо шестиступенчатого автомата базовая Camry получит клиноременный вариатор. Двигатель объемом 2,5 литра тоже другой. С комбинированным впрыском топлива, высокой степенью сжатия и заметно более мощный. К нему прилагается классический автомат, притом сразу восьмидиапазонный. Что касается внешности, то мы можем лишь предсказать общие черты будущего обновления, основываясь на снимках евроверсии. Очевидно, что снаружи модель почти не изменится, обойдясь скромной ретушью нынешнего образа. В салоне стоит ждать 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, ради которого интерьерщикам пришлось пересобрать центральную консоль. Продолжение следует...